У вас кровевысокий уровень мочевой кислоты? Ну, я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качков. Могу помочь вам провести лечение подагрой. А с какой стадии вы собираетесь начать лечение? Со стадии солевой диатез, когда в лоханках почек лежат мелкие эхопозитивные включения, а с мочой периодически выделяются соли мочевой кислоты. Ну, безболезненно они не выходят. Женщины это знают по обострению хронического цистита. Мужчины по обострению не только цистита, но и простатита. Ну, а частое обострение простатита, увы, это первый шаг в потенцию. Или вы собираетесь начать лечение подагры со стадии мочекаменной болезни? Это когда эхопозитивные включения соединились вместе, образовали конкременты той или иной величины. Ну, неизменное следствие мочекаменной болезни это хронический пилонефрит. А пилонефрит это причина номер один для развития почечной недостаточности. Тоже бантик, неисприятный. Или вы собираетесь начинать лечение, когда соли мочевой кислоты лежат уже во всем организме? Они откладываются, кстати, и в тех же почках, ослабленных, и в суставах, и в мышцах. Сердце страдает, весь организм страдает. А вам нужен такой исход? Или вы хотите все-таки начать лечение со стадии повышения уровня мочевой кислоты в крови? Ну, большинство, увы, начинают лечение очень интересно. Раз мочевая кислота в крови повышена, значит, нужно помочь почкам, усилить работу почек, выводить эту мочевую кислоту. Вы знаете, ну, заставить хромого бегать можно, если за ним бежится влезубый тигр. А в другом случае я бы не советовал. Заставлять работать больные почки, которые не могут выделить эту мочевую кислоту из крови, ну, мягко выражаясь, неразумно. Больше того, это с точки зрения физиологии и даже очень интересно, даже немножко смешно. Объясню вам почему. Если принять вот так вот весь организм, кровь вот она. Почка выводит, да, она находится вот рядышком, она способна очищать кровь от мочевой кислоты. Но через почки идет все, 10% крови, через две почки, через каждую по 5. А 90% где? 90% разносятся и ложатся в клетки. Мочевая кислота не может полноценно удаляться. Все клетки сбрасывают ее. И так как она не может, 100% крови не фильтруют сразу почки, у каждой клетки нет своей почки. Мочевая кислота повышена в крови и ложится тут же в санитой ткани. Вот тут и появляются те самые осложнения подавлены. Они очень неприятные, не хотелось бы их иметь. Вопрос в чем? Я могу помочь вам избавиться раза в 4 усилить выделение мочевой кислоты. Для этого нужно включить метаболический мозг в вашего организма в печень. Потому что если через почки идет 10% крови, печень фильтрует 30%. В 3 раза больше. Вам нужно такое лечение подавлено? А больше того, улучшение работы печени можно произвести вместе с желудочно-кишечным трактом. А именно в кишечник попадают те самые белки. И именно там первыми их встречают бактерии, а может быть и более крупные паразиты, которые расщепляя их, образуют продукты белкового неения, то есть ту же самую мочевую кислоту. Если фильтр печени не срабатывает, возникает проблема, мочевая кислота попадает в кровь, и вот тут добросовестно напрягая почки, больной орган пытается выводить. Ну почек так надолго не хватит. При таком способе лечения почки еще быстрее попадут в почечную недостаточность. Поэтому я вам предлагаю более емкий, более, на мой взгляд, эффективный путь. Это обеспечить весь процесс движения белков в организм. То есть не только введение в желудок, но и правильное переварение на протяжении всего желудочно-кишечного тракта, то есть расщепление на простейшие компоненты. Дальше белки попадают в кровь, попадают к печени. Там печень их собирает нужные для вас компоненты и отправляет на работу клеткам. А грязь, которая образовалась в кишечнике, печень выводит из крови. Если печень слабая, грязь идет из кишечника прямо в кровь. У вас появляются отеки, у вас появляются проблемы, у вас появляются головные боли, боли в мышцах, в суставах, у женщин появляется мастопатия, фибромиома. У мужчин еще лучше обостряется простатит уже с этой стороны. Если вам весь этот ворох проблем не нужен, если вы хотите начинать лечение от печки, то обращайтесь. Лечение по методу доктора Скачко, оно влияет на причину, а не на следствие. Оно устраняет вот эти все нарушения в организме. Не родились вы с подагрой, вы ее приобрели по жизни, снизилась рабоспособность печени, и вот тут появилась мочевая кислота. Ну, кстати, и почки тоже по жизни сильнее не становятся, увы. Поэтому, если вам нужно действительно лечение подагры, а не просто выведение мочевой кислоты, обращайтесь. Лечение по методу доктора Скачко вам поможет.